Игорь Зинонович, сейчас закончился сбор в Финляндии. Какова Ваша общая оценка этого сбора? Провели хороший сбор. То, что наметили, все выполнили. Закончили этот сбор выставочной игрой с Пражским. Сыграли удачно. 3-2 выиграли, контролировали ход игры. Немножко в конце смазали удалениями игру втроем. Порядка 5 минут находились. Соперник забил нам гол. Ну а так в целом ребята работали, очень прилично работали. Претензий никому особых нет. Единственное, какой-то неприятный такой момент остался от этих сборов, что у нас были небольшие травмы, мелкие травмы. И подтвердили какой-то вирус. То есть потихонечку все сейчас переболели. А так в целом команда работает в режиме тренировочном. Готовимся к следующему сбору, который пройдет в Швейцарии. С 10-го числа мы уже играем выставочную игру с Давосом. Ну и потихонечку живем, приближаемся к чемпионату. Вы упомянули, что были некоторые травмы. В чем причина? Великие нагрузки? Или, может быть, ребята перестарались? Ну, где-то и перестарались. И, конечно, и нагрузки были соответствующие. Может быть, где-то был недонастрой на тренировочку. Ну, они бывают в рабочие моменты в каждой команде, на каждой предсезонке. Потому что работа тяжелая, значит, накапливается усталость. И, значит, вот где-то здесь получили вот эти вот маленькие травмы. Какие выводы тренерский штаб сделал после матча со Львом? Какие, может быть, звенья произвели наилучшие впечатления? Ну, в целом, командная игра устроила штаб. Значит, выделялась пятерочка Вадима Берникова. Потому что у нас, допустим, состав, в котором выступали Николай Бушуев, Геннадий Столяров и Бумагин, Александр. Они не могли в полном виде сыграть. Очень много было просмотрено молодых игроков, в частности, оборонительного плана в обороне. Это такие, как и Серкин Григорий, и Сахарусов Сергей. Это вообще 94-го года Сергей у нас возраст. Посмотрели ребят, которые в чемпионате не так много времени были на льду. Это и Никита Попов, и Николай Стасенко. В целом, все оставили приятные впечатления. За счет чего играть? Сама жизнь нам показала за счет высокой дисциплины, самоотдачи, хороших скоростей. Ну, и, естественно, характер, что и проявили они в этой игре, ребята наши. Поэтому от этого и будем отталкиваться, и под это строим свой тренировочный процесс. На просмотровых контрактах находилось несколько игроков. Кто-нибудь из них в составе Северстоля останется? Ну, сейчас, в данный момент, остались все игроки с действующими контрактами. Просмотровых контрактов у нас больше нет. Просмотрели мы за этот период этих ребят. Кто-то двинулся вперед. С кем-то мы, кого-то мы подождем, кого-то отдали в аренду. У нас подписано, значит, с клубом высшей лиги, с Ижевском. Значит, а так, в целом, сейчас в расположении команды находятся ребята все с контрактами. Взаимодействие тренерского штаба уже полностью отработали? Удалось наладить? Да, в общем-то, все. Притерлись потихонечку. Значит, проблем в этом нет. Работаем. Значит, каждый отвечает за свой участок. В целом, за все вместе. Поэтому процесс идет. Несколько сезонов подряд у Северстали было больное место. Игра в большинстве. В этом сезоне кто-то отвечает отдельно за это? За игру в большинстве? Предлагаем команде видеопросмотры наигрыши большинства. И в тренировочном процессе, значит, включаем эти упражнения. И сама игра показала со львом, что у нас уже нарисовываются звенья, которые достаточно умело будут разыгрывать большинство. Это и пятерочка Вадима Берникова, и Алексея Медведева. Значит, и вот пока мы еще не можем собрать Николая Бушуева вместе троечку. Я думаю, вот три составчика, которые будут это время игровое делить между собой. У кого лучше будет получаться, у кого хуже. Зритель оценит, увидит. Ну, и, естественно, у кого будет лучше получаться, те и будут получать больше игрового времени в большинстве. Значит, но помимо большинства отрабатываем, меньшинство отрабатываем. Значит, есть у нас тоже четверочки, которые удачно очень обороняются. Поэтому смотрим, анализируем, кого в сезоне будем чаще использовать в этой ситуации. А на кого из тренеров будет возложена вот эта вот задача отрабатывать игру в большинстве? Или вы будете пора? Ну, в общем-то, Андрей Александрович Матыцын отвечает за игру в обороне, это по защитникам, а Сергей Павлович будет отвечать по атаке и большинству. Значит, ну, естественно, все вместе будем приходить, принимать решения какие-то здесь, в каком направлении нам развивать большинство. Либо это будет угроза синяя, либо игра под воротами нападающих. Посмотрим. Все будет зависеть, как соперник еще будет обороняться. Много нюансов, поэтому каждый будем разбирать, смотреть перед каждой встречей с другим соперником. Поэтому работаем в этом направлении. На сбор в Швейцарии команда поедет в том же составе или будут какие-то перемены? Будут небольшие изменения. Значит, поедет уже на 4 человека, на 3 человека поменьше. Ну, а так все вроде бы, кто у нас, ребята на контрактах, все поедут в Швейцарию. В чем главная задача вот этого швейцарского этапа, швейцарского сбора? В чем отличие по сравнению с финским? Ну, больше будет уже соревновательный процесс, это и выставочные игры, и турнир, которые мы уже будем сочетать с снировочным процессом. Поэтому это уже такое более специальное направление будет в этого сбора. И, значит, он как бы такой же будет базовый у нас. Там уже время очень мало остается. Мы приезжаем, сразу же у нас Донбасс, кап, турнир. И практически чемпионат. Поэтому самая середина подготовки, это приходится на швейцарский период. Спасибо. 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 Спасибо.